Жизнь без любви вообще не имеет значения, но мы-то знаем, что самое главное в жизни это любовь к котикам, и именно про котиков мы будем сегодня говорить целый час, да не про простых котиков, а про котиков, которые огромные, опасные и прекрасные. Слушай, Валерий, я вот не знаю, вот надо у Дарьи спросить, котики-то обидно вообще для них, нет? Что это обидно? Они семейства кошачьих. Совсем нет. Нормально? Да. Друзья, ну давайте сначала уже, просто я бы хотел уточнить этот момент. Итак, друзья, у нас в гостях прямо сейчас Дарья Костюк, создатель, директор и художественный руководитель очень необычного цирка, который так называется «Цирк Дарьи Костюк». Все правильно же? Да. И вы, насколько нам известно, единственная вообще в мире дрессировщица гепардов. Да. То есть больше таких нет? Нет. Уникальный человек? Нет, да. Спасибо, что пришли. Спасибо вам, что пригласили. Даша, а вот уникальный человек, то есть единственная в мире, а почему? То есть их так сложно дрессировать, никто не решается зайти к ним в клетку? Очень много причин. В первую очередь, что да, их очень трудно дрессировать и еще более сложно их содержать. Они очень слабые животные, и не просто так они занесены в Красную книгу. Их очень трудно достать, содержать, дрессировать, общаться с ними. Но вы не представляете, когда находишь контакт с ними и находишь все ответы на вот эти вопросы, какое это удовольствие. Для меня вот буквально сейчас общались, когда была на гриме, общались, какие животные любимые. Хотела бы я еще с какими-то работать. Я с очень многими животными работала, и есть с кем сравнить. Вообще животных люблю, вообще не представляю себе жизни без них. Но гепарды для меня это какой-то космос, это настолько вот часть моей души. Я купаюсь у них, я в этой энергетике прямо живу, плаваю и получаю нескончаемое удовольствие. Даша, скажите, а вот мы не ослышались сейчас, Лера, извини, пожалуйста, вы сказали, гепарды слабые животные? Слабые, очень слабые. Слабые животные? Все время нужно поддерживать, и не просто так их очень мало осталось в природе. А вообще гепарды среди кошачьих, по-моему, самые быстрые, да, в мире? Они вообще самые быстрые в мире. 120 км в час, туда у них там скорость пешная. Да, они только среди кошачьих, они самые быстрые животные, да, в мире, на планете. Ну раз мы уже заговорили про красную книгу, я знаю, что вы, Даша, всячески поддерживаете гепардов и помогаете им в природе, в нашей остации, чтобы они могли радовать глаз и не только. Мы очень хотим, чтобы наши гепарды размножались, потому что действительно хочется с этой точки зрения, с этой стороны тоже внести свою лепту, но это очень трудно, и очень много, что надо для этого в первую очередь. Это большое пространство, то есть много земли. А в природе, там, где гепарды живут, самый главный в раках – это человек, помимо львов, гиен, которые их убивают в борьбе за еду элементарно. И причем не браконьеры, что самое интересное, а общались буквально недавно с людьми, которые часто ездят в Африку, в том числе и наш доктор-ветеринар. И он рассказывает, что самая главная угроза для них – это фермеры, которые живут там. То есть, представляете, мы так дорожим гепардами, да, мы ценим их, а они элементарно подходят к фермерским владениям, потому что хотят кушать, потому что они чувствуют, что там еда, и более того, они не боятся так людей, как другие хищники, потому что генетически, с покон веков, они вообще раньше жили, охраняли владения фараонов, и они были близки к человеку. Они не боятся людей настолько, насколько другие хищники доверяют внутри, да, и, а те их просто убивают, чтобы элементарно их, ну, скот гепарда не ели. То есть здесь, да, пытаемся сохранить, делаем всё возможное, а там вот так вот легко с этим расстаются. Какой-то взаимный страх и непонимание, да, то есть очень... Я сейчас понял, Дарья, что вы очень многогранная личность, потому что у меня было ощущение, что мы говорим с историком, с биологом тоже, и с дрессировщицей, конечно же. А вы знаете, цирк — это настолько многогранная жизнь, то есть очень часто спрашивают, что какое хобби, да, у меня есть, какие увлечения. Да всё, о чём бы я ни говорила, всё всё равно близко к цирку. Это действительно и психология, потому что животные — это не укращение ни в коем случае. Опять же, сразу ответ на все вопросы зелёных. Я вот не могу... Я смотрю на вас, Даш, да, и я не могу понять, такая миниатюрная хрупкая девушка и гепарды, как такое вообще? Она к ним с добром, она же их... Да, они тоже миниатюрные, грациозные и, главное, искренние. Ну, всё, мы привыкли к тому, что это хищники всё равно, и достаточно опасные. Но есть такой стереотип. Это хищники, конечно, да. Причём самые быстрые в мире, как мы уже решили. Да. Слушайте, давайте прям подробнее про гепардов. То есть я так понимаю, что даже у самого простого кота есть свой характер, они все отличаются, они разные. А вот гепарды, они как себя ведут? Они демонстрируют какое-то узнавание, понимание, может быть, сопереживание к человеку? Конечно. Конечно. У меня есть один гепард, её зовут Блейзи. И вот это, мне кажется, что когда-то давным-давно одна душа поделилась на две. И часть досталась этому гепарду, а часть — мне. Так как мы чувствуем друг друга, никто, мне кажется, не чувствует в мире друг друга. Это просто... Просто не могу передать словами вот нашу взаимную любовь, причём мы можем ничего не говорить друг другу. Один взгляд. Она, помню, на гастролях в Китае заболела, и очень сильно заболела. Мы вытащили с того света. И когда мне ветврач говорил, Даш, ну, я очень сильно ругалась, говорила, я ничего не хочу слышать, она будет жива. И у неё падало давление, температура, и я её растирала. Просто надо было греть. Помимо препаратов, которые мы вливали, греть, я её растирала. Лапы, уши. И когда уже более-менее состояние стабилизировалось, я не спала, я не помню сейчас, около трёх суток я не спала вообще. Меня отправляли поспать, и я говорила, что вы не увидите то, что я вижу я. Потому что только я чувствую, когда ей чуть-чуть становится хуже. Это настолько пограничное состояние было, когда, если бы человек просто увидел глазами, это было бы уже поздно. А я не могу объяснить, я понимала и чувствовала, что вот сейчас чуть-чуть хуже, чуть-чуть лучше. И мы балансировали и с препаратами, и с обнимашками. Вот, и когда немножечко и стало легче, я поняла, что я могу наконец-то уснуть. Я легла, естественно, рядом с ней, она начала урчать, они урчат, как кошки. А это уже показатель, что ей лучше. И я вот лежала на боку, у меня вот так рука была. Я начала засыпать, и она положила мне лапу, её лапу в мою руку. Я открыла глаза, и такой был взгляд, просто пробежали буквы «Спасибо». Да, рассказываем на «Ком горло», потому что это всё, знаете, не какой-то сценарий для фильма сентиментального, а это было в жизни, и это много лет уже прошло, и рассказываем на «Ком горло», потому что я всё это ощутила. Хотя мог бы стать и сценарием для хорошего фильма, кстати говоря. Да, ну вот эта потрясающая душевная история, я думаю, что многих сейчас как-то прослезила по-хорошему. А есть такие по характеру проказники, которые, я там, не знаю, ну, тапки, не тапки, но что-то прячут, что-то где-то вот как-то так могут лапой хлопнуть куда-нибудь. Или выдаёте какую-нибудь команду, а он такой, Даша, не динь, я не хочу. Не сегодня. Про нашего енота вспомнила позже, я расскажу насчёт проказников и тапок. Вот, а у гепардов у нас зида есть, мы её называем обезьяна, потому что она мартышка. У неё даже уши круглые какие-то, не такие, как у всех гепардов. Ну, мартышка-гепард, в смысле? Гепард, на самом деле это гепард, но она должна была быть мартышкой, потому что она хулиганка страшная, она перепрыгивает, она так и берёт барьеры, она вот с места может перепрыгнуть в высоту, ну, метра два-три даже, наверное. Хулиганка, да, и она дерзкая, это единственный гепард, которого я не могу погладить, она не подпускает к себе, у нас дистанционное общение, но я ей не навязываюсь, друзья, мы дружим, но на расстоянии. Даша, а не подпускает, в смысле, может, вот и цапнуть, да? Конечно, да, у меня есть там пару. Слушайте, там интересная история у вас была про енота, давайте вот к ней вернёмся через несколько минут. Давайте. Друзья, это телерадиоканал Страна АФМ, Дарья Костюк у нас сегодня в гостях, создатель, директор, художественный руководитель необычнейшего уникального цирка, который так и называется «Цирк Дарьи Костюк». Сейчас мы вам, вот так сказать, являем интереснейшей историей, да даже не мы, а Дарья, который у нас в гостях, и сказал, что есть у них проказливый... Проказливый? Нет, опять перепутался. Ты меня в тупик сейчас стоишь. Енот, енот-проказник, вот, я перефразирую. Что он там творит, что он ворует? Он не ворует, ну, вернее, он брат воровать, но мы всё убираем от него, он живёт в отдельной комнате, потому что действительно он подгребает под себя всё, что видит и, правда, полоскает. Он очень любит что-то, ну, это рефлекс. Но при этом они действительно очень чистоплотные. Человек, который за ним ухаживает, говорит, я ничего не могу понять. Прихожу, у него чисто, ну, горшок, простите, за подробности пустой. Ещё раз прихожу, опять чисто. На следующий день прихожу, говорит, я не понимаю, миска пустеет, а горшок не наполняется. А потом, говорит, смотрю, подозрительный, в линолеуме подозрительная дырка. Он расковырял дырку, и всё, что, значит, от него остаётся, он прячет под линолеум. Какой молодец. Всё хорошо, у меня чисто. То есть уборную я организовал именно там. Сам пришёл. Неожиданно, да. Потом, значит, у нас к нему заходит собака. Чао-чао, он такой весь косматый, пушистый. И енот, ему нравится, он в голове очень любит копаться. Помню, пришла красить волосы, и меня спрашивают, что у тебя в голове. Простите, пожалуйста, я не успела расчесаться, у меня там сидел енот. А он у меня просто вот так всё сделал. Он очень любит с волосами шерсти. И вот к нему приходит собака, и мы думаем, что он к нему всё время ходит, пёс, к еноту. Что интересного? Собака, значит, встаёт, у них ещё такая невозмутимая морда. Встаёт, стоит, ждёт. Енот начинает выдирать из него шерсть, чесать. Вот насобирает, и плюх, и прям вот как на пуховое одеяло, и катается в шерсти. Опять мало показалось, ещё тоже Мося такая шкодная. Опять собаку начешет, а собаку удовольствие получает, и вот чешут с утра до вечера. Ещё лапочки эти маленькие у енота, вот так вот шебуршит всё время ими. Опять себе шерсть насобирает, выложит, прям примнёт её, как подушку перед сном. Ну, он же любит лапами вот это вот всё делать. Опять плюх туда, и пузом кверху сидит. Очень смешно это выглядит, потому что ручёночки, и тут носик маленький. Я бы мечтал хоть недельку вот так вот, в таком режиме. Да, 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 и чесал, чтобы тебе постоять. А его нельзя как-то организовать, я не знаю, на что-то полезное, чтобы он посуду полоскал там, например. Он разобьёт. Мы думали, постирайте ему дать что-нибудь, накопиться. Ну, хорошо. Я вот подумала, что всё-таки такое какое-то хорошее, доброе умиление. Вот животные, когда за ними просто наблюдаешь за их жизнью, даже не вмешиваясь, они дают тебе колоссальный заряд энергии. Это правда. А вот это вот когда не вмешиваясь. А когда всё-таки вмешиваясь, вот приходите, заходите в клетку, а животные совершенно не в настроении. Как быть? Задобрить вкусняшку или что надо делать? Ну, во-первых, что значит не в настроении? Если не хочет что-то делать, ещё раз повторюсь, у нас неукрощение. И, в принципе, все дрессировщики, которые дрессировщики, они, жалкое подобие того, никто не укращает их. Это психология, есть зоопсихология, это наука, это целая дисциплина. Поэтому, если нет настроения, значит, этот трюк будет делать другое животное. Не просто так есть, на каждом трюке есть дубли. Если я вижу, что у меня гепард просто вот игнорирует меня, такое часто бывает, особенно у моей любимой звезды, она девушка, строктивая, то я беру другого гепарда, который её выручит на тот момент. Если я вижу, что оба гепарда не готовы это делать, я переключусь, тут уже мои профессиональные качества как артистки-актрисы. Как я это обыграю, чтобы зритель ничего не понял и номер не пострадал. Есть в запасе другие трюки. Сложное очень в дрессуре это быстро ориентироваться, потому что каждый раз, вот у меня новая девочка с собаками сейчас работает, я всё время говорю, продумывай, что ты будешь делать, если собака убежит. Ты же не встанешь, не растеряешься, как ты это обыграешь? И не убежишь вслед за ней. И не убежишь, да, некуда деваться. То есть я всё время работу продумываешь, как, что. Иногда бывает, что ставят в тупик животное, и правда, и даже слышишь весёлый такой смех в зрительном зале, и тоже надо это обыграть правильно. Слушайте, на самом деле целая наука очень сложная, как только что выяснилось. Нам казалось, что всё полегче. А вот я, кстати, хотела даже поспрашивать про её детство, потому что я знаю, что она выросла в цирковой семье. Всё верно. Детство не было трудным. Всё было здорово, потому что цирк — это праздник, и для цирковых детей, мне кажется, лучшее детство, которое может быть, — это цирк. Это правда. Потому что и разные страны, и путешествуешь, и животные, не надо в зоопарк ходить, в цирк — праздник всегда рядом с тобой. Много друзей. У меня правда много друзей. Вот сейчас, когда появилась такая замечательная история, как социальные сети, я понимаю, у меня во всём мире очень много друзей, которые с детства, да, начинали знакомиться, дружить. И всё было прекрасно, но за исключением одного, что родители были категорически против такого времяпрепровождения. Они считали, что цирк правильно, они считали. Это совсем не для принцессы, которую они воспитывали. Это очень трудно. Это надо засучить рукава. Это обязательно кровь, это обязательно слёзы, это обязательно другие сложности. Ну, это жёстко всем в любом случае, да? Цирк — это жёстко, да. Как и спорт, это жёстко. И это быт совершенно неустроенный, быт. То есть ты всё время переезжаешь, ты всё время каждый месяц пакуешь чашки, ложки, всё. То есть, да, для людей, которые, а, у меня впереди переезд, мы меняем квартиру, там, переезд, ремонт, вот эти страшные вещи у нас, они каждый месяц происходят. И это абсолютно естественно. Это смена школ. Не каждый ребёнок может действительно вот так вот... Не все дети коммуникабельны, но цирковые в приоритете, конечно, коммуникабельные. Когда ты, вот эта вот фраза, новенький в классе. И каждый месяц ты новенький в классе. А тут надо говорить, у меня мама гепардов укращает, не то что вас. По-разному тоже дети реагируют, да. А психика ещё не сформировалась, и всё время вот это вот очень часто происходит, и ты просто не понимаешь, что происходит вообще. Да, очень это... И я сталкивалась с такими вещами. Это неприятно, действительно. А дети очень часто бывают жестокие, потому что они щупают этот мир, и они не знают, как ещё, да? Ну, они... Не потому что они плохие жестоки, они не умеют по-другому, и их учат мир, как можно делать, как нельзя. И это всё... Вот ты в социум попадаешь, надо ориентироваться. Но как-то я не могу сказать, что мне это сильно вот в памяти отложилось, и больше было плюсов, конечно, в детстве. А родители, я их понимаю прекрасно, потому что, ну, много сложного в их жизни тоже было. Но, тем не менее, они большие молодцы, они достигли тех высот, о которых можно только мечтать. И, кстати, мне очень страшно носить фамилию папы, потому что я... Ответственность? Колоссальная ответственность, огромная. И я... Достичь бы его высот, в чём я сильно сомневаюсь, но нельзя сомневаться, да? Надо идти вперёд. А переплюнуть папу, ну, это вообще, мне кажется, задача одна из невыполнимых. Это, говорит, человек, который единственный в мире, единственный в мире дрессировщик гепардов. Говорит, мне ещё высот довёт. Вы просто не знаете моего папу, правда. Вот, Даша, кстати, вопрос, знаете, какой? А вот, может быть, вы помните тот момент, ну, поскольку папа и мама были против, да, как вы тут уже сказали, а вот тот момент, когда вы пришли и сказали, там, пап, мама... Ну, в общем, как бы я и решила уже, вот я теперь буду вот этим заниматься. Папа-то человек... Ого! Ну, я-то козерок, по знаку зудярка. Это очень прямый знак, я тебе просто объясняю. И вот этот вот медленно-медленно кап-кап-кап-кап, и все препоны, которые они устраивали, я смогла, ну, всё время могла перебороть. То есть в школе училась хорошо, ну, делала всё, что они мне говорили. Я была идеальной дочерью, но настаивала медленно на своё. А потом, я так понимаю, родители оказались просто в безвыходном положении. Ну, вы знаете, я думаю, что... Медленно, но верно. Да, и они всё-таки поняли, что лучше так, чем они заставят меня выбрать другую профессию. Я просто не буду там не то, что счастлива, я буду безуспешна там, потому что это мой выбор. И если я готова... Ведь любая профессия, да, это полная отдача. И если я готова полностью отдаваться профессии цирку, то и будут успехи там, нежели если... Ну, я стоматологом должна была быть, юристом, лингвистом, балериной. Ну, так. Балериной? Было дело, да. Проскакивала эта тема в нашей семье. Но... А вот просто быстренько, а если дочка ваша захочет работать в цирке, да или нет? Право выбора ребёнку. Естественно, я буду направлять и, конечно, показывать и другой мир, помимо цирка. А там, как если... Она, ну, у меня, правда, сын. Ну, знаете, может быть, вот с вашей лёгкой сейчас подачи, да? Да, я напророчила. И будет ещё и дочь, да. Мне кажется, по отношению к ребёнку это самый правильный и мудрый ответ был вот сейчас, который, Даш, вы сказали, да, и другого придумать сложно. Так много всего хочется узнать. Даш, прозвучало, что в какой-то момент даже хотела стать балериной. А вот как это вот отнеслось? Балерина и дрессировщица. Балерина, она же всё-таки ближе к воздушным гимнасткам. Гимнасткам? И там я тоже была. Вот так? Да, я первая в России, кто начал работать в таком жанре, как воздушная гимнастка на полотнах. Этот жанр пришёл из Канады к нам, цирк Джусалей были родоначальниками этого жанра. И вот в России я первая начала работать, это было очень давно, да. А в каком возрасте, Даш? Мне было тогда, сейчас вам скажу, мне было 16 лет. Да. А вообще первый мой жанр — это джигитовка. И по сей день это мой один из любимых жанров. Всё-таки воздушная гимнастика. Когда я поняла, что я уже надрываюсь и слишком много жанров освоила, и поддерживать на хорошем уровне, ну, к сожалению, 24 часа в сутки. И иногда надо спать и есть. Ну, тоже не мешало бы. И я поняла, что надо делать выбор. Потому что надо чему-то больше себя отдавать, чему-то меньше. От чего-то отказаться. И я долго думала, но всё-таки отказался от воздушной гимнастики. Потому что там тоже риск большой, чтобы быть лучшей. А всегда я стремлюсь к тому, чтобы быть лучшей в том, что я делаю. Много сил тратить. А если не заниматься постоянно, ну, и уровень ниже, и это опасно, если общая физическая подготовка начинает падать. Поэтому я всё-таки сделала в пользу животных выбор. Слушайте, а я вот хочу для слушателей расшифровать, что такое джигитовка. Я вот сижу, Валерий, я сижу, об этом думаю сейчас. Да, потому что я тоже сегодня первый раз в жизни узнала, что джигитовка — это акробатические трюки. На лошади, да. Причём я очень люблю лошадей, но я получаю огромный заряд энергии, когда я именно верхом. И я обожаю быструю скорость, я обожаю трюки выполнять на быстрой скорости. потому что мне как-то предложили попробовать сделать номер. ПДД на лошади — это когда лошадь бежит медленно и стоя на ногах, хула-хупы крутят. Не ПДД, простите, гротеск ПДД тоже репетировали, но не моё. Да, и вот гротеск репетировала, хула-хупы, там разные прыжки, красивые позы. То есть балет на лошади, да, другим языком как раз-таки. Но это не моё. Более того, несмотря на то, что у меня папа и дедушка эквилибристы, с балансом у меня, мимо меня прошли. Да, и когда вопрос встаёт о том, чтобы мне балансировать на ногах, вот по канату я ходить не могу. Нет. А руками держаться, руки сильные. Джигитовка как раз там больше вот на руках, ногами вцепиться, лошадь обнять такие. На мышцах всё. Это моё, и получаю, правда, огромное удовольствие. А вот скажите, а как себя чувствует Дарья Костю, когда в её жизни хотя бы день нет адреналина? Да. Это же, мне кажется, ненормальное явление совершенно. Последнее время хорошо, потому что в этот момент я сплю. А я стала любить это делать. Это правда приятно, оказывается. А до этого не любили? Нет, меня раздражало жутко, когда уже подходило время, надо поспать, а мне не хочется, и я проспалась раньше будильника и летела. Сколько энергии в человеке. Да, спать это здорово, правда. Но вот, наверное, только тогда и нет адреналина, потому что даже сейчас я с вами сижу спокойно, здорово, отличная атмосфера, но я рассказываю о своём любимом деле, я, видите, подпрыгиваю периодически, потому что адреналин пробегает. А, кстати, во сне не бывает, что снятся сны, вот когда в процессе чего-то? У меня какие-то вечно боевики снятся, во снах, в которых я принимаю участие. Значит, сон не исключение. Да, 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 Вася, с ней тоже тот же самый адреналин получает. Не хватает, да. Слушайте, так интересно вообще, я просто вот задумаюсь, но получается, что всё равно вся жизнь, она проходит как-то немножко в кругах цирка, да, а вот за пределами, я не знаю, может быть, концерт симфонической музыки, может быть, я не знаю, фитнес, наверное, он не нужен. Какой фитнес, когда тут такие нагрузки? Нужен, да, нужен. Причём это здорово, когда ты всё-таки, ну, помимо того, что я сама артистка, я ещё руководитель, и когда всё время находишься на площадке, невозможно даже позаниматься, потому что всё время отвлекаешься на какие-то организационные вопросы, простроить дальнейший маршрут гастрольный, ну, тоже всё, за всё отвечаю, я всё на мне. Поэтому фитнес – это тоже некое такое уединение, и в другой мир попадаешь, там всё по-другому, вроде физическая нагрузка. Итак, друзья, продолжаем нашу интереснейшую беседу на телерадиоканале «Страна.ФМ». У нас в гостях Дарья Костюк, создатель, директор и художественный руководитель очень необычного цирка, который называется «Цирк Дарьи Костюк», и там гепарды. И мы до сих пор, честно говоря, восхищаемся, как такая миниатюрная, хрупкая девушка вот укращает таких животных. Она не просто животных, она ещё и всех укращает, она руководитель. Даша, вопрос-то был, который вы начали говорить, что у меня всё под контролем, и расписание, и организационный момент, административный. Это вот желание быть, чтобы под контролем всё было у тебя лично, или всё-таки, или нет людей, которым вы доверяете? Это мой минус на самом деле. Надо учиться доверять людям, а я не могу с собой справиться. Я ответственный человек, я привыкла, что я всё... И, к сожалению, ещё и бывали моменты, когда вспоминала такую поговорку «Хочешь сделать хорошо, сделай сам». Сделай сам, да. Слишком too much, да, как говорится, было за последнее время таких моментов. Ну вот пока не получается. Я понимаю, что надо, потому что не будет развития такого, о котором я думаю, и которое я планирую, если я всё буду делать сама, ну, я одна, и руки у меня две. Хочется пожелать вам, чтобы в самом ближайшем времени сегодня-завтра встретились замечательные люди, которым вы будете доверять, и которые будут делать так, как надо вам. Спасибо. Слушайте, а вот, знаете ли, сегодня-завтра, ну, на самом деле, нет. На самом деле, примерно через месяц произойдёт совершенно грандиозное событие. это ваше представление. Можно назвать его представлением? Только оно будет проходить не в рамках цирковой арены, а на сцене. Мне кажется, это вообще впервые, это уникальный такой случай. Ну, цирк на сцене есть, и это формат, и он давно работает, но в нашем случае это впервые, и гепарды впервые будут работать на сцене, впервые они будут так близко к зрителю, и очень волнительно, но очень интересно, потому что я люблю камерность, я люблю камерные спектакли, я люблю тематические спектакли, а когда зал не огромный стадион, а уютный, это всё намного, намного больше, вот как мне кажется, больше, проще, больше можно донести каких-то тонких вещей. В концепции что-то было, да? Да, конечно, и всегда социальная значимость. Во всех наших спектаклях есть поучительная сторона. Ну, я мама, и я всегда, это и раньше понимала, но сейчас вдвойне, что человек не должен выйти просто, у которого в глазах осталось, да, в памяти, но перед глазами. Тут ярко, там ярко. Хочется, чтобы человек после спектаклей выходил наполненно, чтобы была вот, ну, какая-то мысль идеи. Душа, голова, да, чтобы человек дальше, может быть, что-то для себя узнал, или что-то понял, или какую-то формулу для себя создал, будучи у нас на спектакле, которая будет ему в дальнейшем помогать, ну, может быть, не жить, это слишком грандиозно сказано, ну, когда-то пригодится, может быть, люди добрее станут, может быть, откроют глаза на что-то, на что никогда не открывали, ну, обязательно должна быть социальная значимость, потому что цирк, это искусство, это не бизнес, это искусство, а искусство, оно должно нести, это обязательно в массы. Даша, а там только гепарды будут или другие животные тоже? Нет, там будут собаки, там будут попугаи, там будут... Енот, нет, он пока репетирует, он пока чешется. Так, ну, давайте, значит, пригласим 3 марта Барбиха Лакшери Виллдж. Да. Именно так, Валерия. Да, я выучила, я способна к обучению, вот не только гепарды, но и майор, вот тоже, в принципе, подается, адресуя. И, значит, вся информация в интернете, на вашем сайте? Да, на нашем сайте, на сайте концертного зала непосредственно, билеты тоже можно приобрести там. Ждем всех, очень волнуемся и уверена, что все пройдет отлично, потому что идея эта давно есть, и когда идея вынашивается много-много времени, и для этого очень много делается, все будет хорошо, я уверена. Давайте быстрее еще раз, какого числа все это будет? 3 марта всего одно шоу. Барбиха Лакшери Виллдж. Друзья, так что приходите, обязательно. Даш, спасибо вам огромное, было очень интересно для нас поучить, но очень круто. Ждем вас еще, приходите, пожалуйста. Ну и мы к вам тоже обязательно придем. Ну и мы, друзья, тоже прощаемся. Валерия Майорова. Влад Кутузов. Счастливо, пока-пока. До завтра.